Прямая линия, посвященная особенностям нового учебного года в Казанском федеральном университете, состоялась на телеканале Универ ТВ. Центром внимания стал вопрос об организации учебы в условиях пандемии. Об этом и не только в нашем следующем сюжете. На вопросы студентов и их родителей отвечали проректор по образовательной деятельности Тимирхан Алишев и директор департамента по молодежной политике Юлия Виноградова. Одним из самых часто задаваемых стал вопрос о вакцинации студентов. Тимирхан Алишев отметил, что она не обязательно. Приступить к учебе и заселиться в общежитие можно и без нее. Но проректор все же порекомендовал студентам привиться, чтобы обезопасить себя и окружающих. Однако дополнительные правила предусмотрены для иностранных студентов. Заезжая в Российскую Федерацию, у них на границе требует СПЦР, который сделан не ранее, чем за 72 часа до въезда. Кроме того, когда они заедут в наш общежитие, либо вместо их проживания, они могут жить на квартирах, хостелах, где-то еще в гостиницах, в течение 72 часов они должны будут предъявить в университет еще один отрицательный СПЦР. Я думаю, что мы организуем тестирование на территории деревьев университета, на территории студгородка, такая возможность будет. И они смогут тут же сдать этот тест, получить отрицательный результат и сразу быть допущенными до занятий. Не менее важным стал вопрос о заселении в общежитии. Как рассказала Юлия Виноградова, Казанский Федеральный Университет ежегодно ищет новые пути для совершенствования процедуры заселения. Так, в том году стартовал электронный прием документов в целях улучшения обратной связи между студентом и жилищно-бытовой комиссией, которая и предоставляет места в общежитии. Юлия Виноградова также отметила, что в первую очередь ВУЗ старается заселить первокурсников в целях их скорейшей адаптации к университетской среде. Мы планируем, то есть пока по цифрам приема, что у нас будет порядка 6 тысяч иногородних студентов первого курса. Поэтому как раз и говорит о том, что оставшиеся места, которые есть в деревне Универсиада, они распределяются жилищно-бытовыми комиссиями уже согласно рейтингу. И каждый студент старшего курса, который не является только поступившим первокурсником, имеет свой рейтинг в системе своего института. Юлия Виноградова отметила, что студентам необходимо отслеживать приказы о заселении в общежитии. И если они неожиданно не найдут своей фамилии, необходимо обратиться к своему куратору или заместителю директора института по социально-воспитательной работе. Тимирхан Алишев добавил, что 25 августа для студентов запускается сервис по съему квартиры. Основная задача, чтобы через такие белые сервисы мы наших студентов, российских, иностранных, могли заселять не только в наши общежития, но и в квартиры в городе Казани, чтобы это был белый, прозрачный, понятный рынок с определенными обязательствами, как со стороны арендодателя, так и со стороны арендатора. Также на прямой линии обсудили множество организационных вопросов, касающихся расписания занятий, выплаты стипендий и знакомства первокурсников с университетом. Полную версию можно посмотреть на ютуб-аккаунте Универ ТВ. Диана Желенкова, Универ Ньюс.